Испания считает Украину ключевой для стабильности в Европе. Именно такими словами поприветствовал украинцев министр иностранных дел Испании Франциско Фернандо Орданьес во время визита в Киев в 1992 году. В то время новости об Украине нередко появлялись в заголовках испанских газет. Взаимодействие стран обещало плодотворное сотрудничество, однако долгое время государства не проявляли достаточную активность. Визит президента Украины в Испанию летом 2018 года стал вторым официальным визитом на высшем уровне за историю дипломатических отношений. Это открыло новые возможности для возобновления политического диалога и реализации экономического потенциала. Одним из важных результатов этого визита стал вопрос о работе Украинско-Испанской межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Ваш президент посетил Испанию в июне и установил ключевые пункты для возобновления работы Испано-Украинской межправительственной комиссии. Межправительственная комиссия призвана идентифицировать недоработки в экономических отношениях обоих стран и разработать методы для их устранения благодаря совместной работе правительств. Сейчас оба правительства работают над этим. Ближайшие заседания межправительственной комиссии может пройти уже этой осенью в Мадриде. Обычно члены комиссии встречаются раз в году. В следующий раз встреча должна пройти в столице Испании. И хотя я лично не буду там присутствовать, но буду принимать участие в подготовке документов для работы. Примером активизации сотрудничества на уровне правительств служит подписание соглашения об избежании двойного налогообложения. Ведь предыдущий документ такого рода датируется 1985 годом. Украинское государство прикладывает усилия, чтобы привлечь иностранных инвесторов. Участникам рынка это дает возможность получить ясность в сфере оплаты налогов. Таким образом, они точно будут понимать, какую сумму должны заплатить в процессе осуществления капиталовложений в другой стране. Это соглашение облегчает жизнь участников рынка и создает административные и законодательные инструменты для инвестирования. А мы все знаем, что иностранные инвестиции — это ключевой фактор, который содействует развитию экономики в таких развивающихся странах, как Украина. Таким образом, оба правительства работают над поиском решений с целью упростить жизнь субъектам экономики. Сегодня экономика Испании находится на пятом месте среди всех стран Европейского Союза по номинальному ВВП и продолжает активно развиваться. Испания — 14-я крупнейшая экономика в мире и 5-я в ЕС после Германии, Великобритании, Франции и Италии. Таким образом, после Брексита Испания займет четвертое место в Европе по уровню развития экономики. Наш ВВП сегодня составляет приблизительно 1,3 триллиона долларов. Испания старается развивать современную экономику. Сейчас 62% в ее структуре занимают услуги. Большое значение имеет сфера туризма. В 2017 году Испания стала второй самой посещаемой страной в мире после Франции. Мы впервые победили США по этому показателю, побив собственный исторический рекорд. Уже восьмой год подряд нас посещает более 82 миллионов туристов. Таким образом, туризм отвечает за 10% ВВП и за 10% в структуре занятости населения. Впрочем, для нашей экономики также важны IT и сфера финансовых услуг. Благодаря акценту на сектор услуг, ВВП Испании достиг рекордного уровня, составив 33%. Сегодня страна продолжает укреплять свои конкурентные позиции в Европе и в мире. В промышленности важное значение имеет сектор машиностроения. Испания занимает восьмое место в мире по производству автомобилей. И второе в Европейском Союзе, что дает 10% ВВП и обеспечивает около 9% занятости населения. Кроме того, 20% испанского экспорта приходится именно на этот сектор. Другие важные сферы — это строительство и проектирование гражданских объектов. Сегодня шесть самых крупных строительных компаний в мире — испанские. Наши компании диверсифицируют направления экспорта, развивая не только традиционные рынки Европы или Южной Америки, но и такие конкурентные направления, как США или Азия. Мы начинаем в высококомпетитивные рынки, как в США или Азия. Традиционно Испания закупает украинскую сельхозпродукцию, а основными статьями товарного импорта Украины являются разнообразная химическая и фармацевтическая продукция, а также машины и запчасти. В 2017 году испанский импорт из Украины составил более 1,3 млрд долларов, а экспорт — около 390 млрд. За первый квартал 2018 года взаимный товарооборот между Украиной и Испанией вырос более чем на 13%. Традиционно у Испании был торговый дефицит с Украиной. Это значит, что мы импортируем значительно меньше, чем экспортируем. Украина и Испания находятся по разные стороны континента, поэтому всего 1% торговли приходится на украино-испанский товарообмен. Но есть огромный потенциал улучшения экономического сотрудничества между странами. Благодаря активизации отношений на высшем уровне испанские инвесторы снова заинтересовались Украиной. Две сферы особенно интересны для инвестиций в Украину. Это именно те направления, где испанские компании занимают ведущие позиции, имеют конкурентные преимущества. Мы говорим о строительстве и проектировании гражданских объектов. Например, испанским предпринимателям интересно инвестировать в восстановление дорог или аэропортов, а также в развитие транспортной инфраструктуры. Испанские инвесторы рассматривают возможное капиталовложение в Украину. Например, они готовы поучаствовать в тендерах, которые финансируют международные организации. Также испанцам интересно участие в развитии экологической инфраструктуры и проектах по возобновляемой энергетике. Кроме того, подписанные уже более двух лет соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом создают возможности для новых капиталовложений испанских производителей товаров. Интересным направлением может стать стратегическое инвестирование в производство товаров, потому что здесь невысокая стоимость производства и высококвалифицированные сотрудники. Подписание соглашения об ассоциации Украины и ЕС также может стать важным фактором для повышения конкурентноспособности украинской продукции. Считает испанский атташе и ссылается на опыт своей страны. Важным фактором развития современной испанской экономики стало членство в Евросоюзе. Мы получили большую финансовую помощь и доступ к европейским рынкам. Компании должны достигнуть определенного уровня экономической активности, а внутренний рынок стать достаточно большим, чтобы развить эти возможности. Евросоюз сегодня — это 400 миллионов потребителей, и компании должны достигнуть высокого уровня, чтобы выйти на международные рынки. Активизация и сотрудничество между украинскими и испанскими предпринимателями способствует и развитая сеть экономических представительств. Правительство Испании создало сеть коммерческих офисов в рамках дипломатических представительств. Сегодня по всему миру их насчитывается более 100. Участники этой сети получают разные функции, как, например, поддерживать связь с местными властями, делать доклады о состоянии экономики принимающей страны, управлять финансовыми инструментами и продвигать международное развитие компании. Важным элементом своей работы советник по экономике посольства Испании считает общение с украинской молодежью. Уже второй год подряд он посещает кафедру американистики и изучения стран Европы Национального университета имени Тараса Шевченко, чтобы пообщаться со студентами на родном испанском языке. Как советник по экономике посольства Испании я прикладываю усилия для продвижения имиджа моей страны. Когда у меня есть время, я люблю посещать украинские вузы или деловые ассоциации, чтобы рассказывать о современном развитии экономики Испании и главных сферах ее развития. В украинских университетах мне всегда интересно общаться со студентами, которые часто просто заваливают вопросами. Важным элементом развития двустороннего экономического сотрудничества являются и международные специализированные выставки. Хайма Рамон Фернандес Санчес с удовольствием принимает участие в подобных мероприятиях. Ведь именно непосредственное общение дает возможность обсудить планы инвестирования в отечественные проекты правительством Испании или рассмотреть вариант финансовой поддержки украинских стартапов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова